В Шенгальчинском сельском поселении живут более 1700 человек. В его состав входит 9 деревень. Сегодня Рамиль Мулина, а также главы других поселений и руководители. Из полкома посетили две из них – Ташлык и Шенгальчи. Посмотрели работу местных библиотеки, садиков, фапы, домов культуры, школу. Один из важных вопросов – здравоохранение. В следующем году будет реализовываться программа профилактического осмотра граждан. Однако многие жители прописаны в городе. А живут в деревнях. В итоге в городе их найти не могут. А к местным фапам они попросту не прикреплены. У нас проживает, как и во всех сельских территориях, а здесь это районы, близлежащие города, населения больше, чем прикреплены физически к нашим медицинским учреждениям. И то задание, которое нам дают на профилактику, на прикрепленное население, не позволяет охватывать проживающих, обращение ко всем. Прикрепляем население и проходим профилактические медосмотры. Чтобы для нас они не были, ну понятно, подснежниками, а для вас охваченным населением профилактические мероприятия. Другой вопрос касался того, что на селе нет развития спортивных секций. В частности, национальных видов. Борьба, гиревой спорт. Да и инвентарь. Мечи и лыжи тоже не закупаются. Понять надо, как можем работать по грантам. Слабо работаем коллеги и друзья, слабо работаем по грантам Сибура. Там более-менее еще, если по городу работа есть, по сельским территориям этой работы практически его нет. Поэтому надо придумывать себе какие-то, может быть, тропы и что-то другое. Вот эти моменты нужно будет нам, конечно, проработать. Зато планируется развитие агротуризма, на который могут выделить до 10 миллионов рублей. Но тут проблема в другом. Многие фермы находятся в бесхозном положении. Заброшены или не оформлены. Этот вопрос взяли на контроль. Обсудили коммунальные проблемы села. Нужно ставить модульные котельные, проработать газификацию и отдать руководство над сетями в руки одной управляющей компании. Внутренние сети отопления обслуживают, кто попал. А, как Рамиль Хасан сказал, когда что-то случается, они обращаются к нам. И мы никогда в стороне не остаёмся, хоть это вроде и не наше. Понятно. Что нужно? Я всё время предлагаю давать, вот сейчас год заканчивается, и они выставляются на аукционы по этим видам работы. Там выигрывают, кто попал и откуда попал. А там какая сумма большая? Нет, там мелочи. Просто у каждого объекта это надо упорядочить, просто привести в порядок. Всё, что касается внутреннего обслуживания сетей, школ, детских садов, клубов, всё надо передать, усилить надо команду. Эта противобожарная обработка у нас ещё есть, наверное, автоматика, наверное, есть обслуживание. Поэтому, да, совместно со всеми структурами, ещё раз посмотрите в эти затратные части на содержание инфраструктуры, и всё надо отдать одной структуре, чтобы она усилилась и, по крайней мере, была специализированной компанией. В завершении встречи главы взяли на контроль ряд вопросов, а также обменялись предновогодними поздравлениями и планами на будущий год. Светлана Шумкова, Александр Лихачёв, Новости НТР.